всем привет сегодня суду как гранд витара ну я тут делаю раскоксовку двигателя и заодно решил проверить масло в редукторе в переднем редукторе переднего моста вот это у меня раскоксовочка делается он стал проверять но это уже я слева вот такое масло было в редукторе сливаю масло в редуктор на suzuki заодно он кого белое масло эмульсия какая-то вообще как с водой что ли что-то вообще ерунда какая-то куда вода сделать тесно это масло я тут его не проверял еще ни разу сколько уже получается уже больше 15000 это проехал как купил машину еще ни разу не проверял и вот эту пробку не могут крутить сначала тут наша ключами такого не было на 10 на ключ такой хороший вороток вот отсюда вот с этой стороны вот так вот длинным таким вот концом вот это подлез и только под наклоном так вот сделано тоже так сделано как-то неудобно масло сливать на редукторе на переднем ну и и сливать и заливать тоже короче или как от пробку на скрутил отсюда так залез как кое-как под лесах засунул сорвал это пошла нам я специальные ключи короче здесь надо вообще отсюда вот так вот тоже не как вот эту это точно не подлезешь что он неудобно сливную вот кое-как вот этим тоже конец это пришлось мне обрезать и от конец он будет длиннее что это вот такой были примерно был его обрезал и тут кое-как так залез поедино еще короче немножко вреда но тогда я хотела около давно уже когда купил машину проверял в раздатке проверил тогда заднем редукторе проверил масло нормальная была чистая все как бы уровень нормально было тут вот я не мог выкрутить и возможно тут до меня кто-то ее тоже не могли выкрутить так и наверно не проверяли тоже что видно что было пробка грязная такая не выкручивали давно его часу тебя выкрутил снял что-то офигела это хорошо их от проверялся прикиньте сейчас быть на зиму обучатка зима уже начинается замерзла бы вся эта параша и чтобы там было потом опасные редуктора тут на сузуков тоже тоже как-то непонятно непродуманно сделано откуда вода то сделать что-то я не пойму тут все как бы нормально сапу на специально выведем вот сапу вот он торчит вот этого вот он из редуктора выходит японские машины не застрахованы от этого оказывается а то я все я вам на патриоте все езжу на уазике постоянно там это тоже в редуктора масло это вода попадает постоянно откуда-то непонятно откуда вроде по лужам даже так погну по большим лужам не ездишь так обычно по асфальту ездишь просто потом смотришь через какое-то время в редукторах вода и задними в передние постоянно каждый год это на менять каждый раз в год это сто процентов менять откуда она все это берется непонятно но вот здесь то тоже ведь японская машина все плотно по лужам тоже нигде не не буксую по бездорожью по комнатам не штурмую речке или какие-то лужи большие вот по асфальту только ездит машина короче ерунда сейчас нам туда еще не раздатку проверить свои задний редуктор тоже там хрен его знает муж такая же ерунда все сейчас заливая свежее масло а и проверил заодно в раздатке проверил их заднем редукторе там нормально все чисто чистенькое масло полный уровень вот тут вот тут было и мало было почему-то главное не полная было было где-то вот ну чуть-чуть вот миллиметров пять ниже уровня был и ясно проволоку сначала засунул такую проволочку ну промерить уровень там есть нет вообще масла и смотрю на белое такое вот такой шприц заливать и масло мне покажу кого масса зале вот вот такое масло полусинтетика трансмиссион ктм 4 так что проверяйте масло в редукторах такое масло бывает если она замерзли зимой получается масло со льдом такое будет как бы и все и потом вот редуктору тоже хреново вот это вот такая вот ерунда раз в год на проверять масло обязательно в редукторах потому что если вот такая ерунда будет то редуктору конец придет вот книжка по suzuki смотрим так проверка уровня замена масла передним задним редукторах так масло gl4 75 в 90 передний редуктор 09 11 литра задней 0809 литра заправочная емкость может допускается на 10 миллиметров ниже уровня заливной горловины заливать и в раздатку также это вот раздатка с герметиком пробки закручиваются пробки туго закручивать не надо 23 ньютона на метр а если сильно туго затянуть потом вообще можно можно вообще не выкрутить эту пробку там еще углубление в этой пробке туда где четырехгранник вставляется там углубление такое маленькое там буквально 5 миллиметров на 5 6 миллиметров на и как можно сорвать короче или ключ будет срываться просто внутри или пробках еще внутри пробка сама развальцуется и все и не выкрутишь и эту пробку придется что-то как-то обваривать приваривать что-то какой-то болт как-то придумывать короче а там в алюминии еще короче тоже нежелательно ну все сейчас заливаю вот этим шприцом вот это масло как раз не хватит тут больше литра показывать не буду как буду заливать тут ничего такого сложного то нету шприцом просто втягиваешь так его только не вставляешь канистру и так вытягиваешь и он туда всасывается она вернее масло всасывается туда и все и потом туда заливаешь потом дали что раз и она заливается но это ничего такого сложного нет так что лучше проверять лишний раз поверить чем потом покупать редуктора тут нас у руки редуктор то будет стоить они дешево и говорят передние редукторы допустим вот видео смотрел тут они не ремонтируются обычно там если их ремонтируют но тоже так ненадолго и хватает обычно или ненадолго хватает или бывает вообще сразу же начинают гудеть они так что и приходится по придет приходится обычно покупать новый редуктор или новые или какой-то с разборки как заливать не буду уже показывать всем пока и до новых встреч сейчас я еще буду снимать раскоксовку до конца смотрите в следующем видео